Очень интересная ситуация. Сбега предусмотрена, жилите, размножайтесь. Скажите, что теперь администрация должна решать ваши проблемы, что ли? Завтра вы еще кого-то родите, и еще администрация вам должна. Когда я показала ему иск, посмотрела, говорит, это я подписал. Дурачка кружает. Мы поехали, приезжаем, подъезжаем к дому. Уже дома нет, а только разруха вот эта, и вещи, перемедленные вместе с обломками дома. А после чего сказал, а теперь докажите, что там дом был. Дом пенсионеров из Сургута снесли, пока их не было дома. Администрация пообещала вас убрать оттуда. Теперь имущество семьи – мусор. Там же малолетних детей много было. И оставили детей на улице. После угроз детей отнимут. Это демография. Мы защищаем детей, у которых нет родителей. А у них есть родители. И все, и на этом никто ничего не защитил. И продали вот СИП, промстрою вот этот участок вместе с нами, как крепостными. Я им показываю прописку, и он говорит, как? Сделка недействительная. Я что, человек в однокомнатную квартиру? Это нормально? Сфабриковали этот иск и сделали, что оно аварийное. А тут дают, что оно никогда не признавалось аварийным. Опечатка, опечатка. Ну, это хитро-опечатка. Да, хитро-опечатка. Подключили все коммуникации. Да, чтобы мы вернули деньги застройщику. Все, можете ехать. Там все, вам подключили. Балин, Леонид Алексеевич все решает. А в это время уже дом, оказывается, сносился. Дом снесли, ну все, можешь отпускать. Мы не видели этого дома. Мы получили участок чистый. Они дома не видели. Да, на три семьи. Дом снесли, дома нет. А теперь докажите. Во всем виноват прокурор города Балину. Не мешайте работать, дома сидите. Пускай вас там похоронит этот своевой. Вам неправильно выдано жилье. Усматривается преступление. Ну, преступников нет. Здоровье отняли. На каком основании? Не знаю. Это же уже вообще-то беспредел какой-то. Признаками коррупции. Покажут. Выше вам надо. Только там. Тут вы ничего не добьетесь. Верните наше жилье. Наш дом. Вот и все. Квартира была опечатана. Вот это. Здесь ничего не было. Там что-то не было. Они вынесли диваны какие-то. Выносили вот это вот. Конфейнеры вынесли. А здесь были вещи. Здесь были и кресла стояли. И холодильник. Мебель и технику уже не спасти. Она под завалами. Словно нож в спину. Уверяет любовь Сугака. Дом пенсионеров из Сургута снесли, пока их не было дома. Всего несколько часов. Теперь имущество семьи – мусор. На щепках и руинах остылись шесть человек. Из них двое – маленькие дети. Я не могу сдержать этих эмоций, что они сделали с нами. Они просто уничтожили. Они просто уничтожили. Оставили детей на улице. Получается. И нас. Оставили на улице. С пропиской, но без определенного места жительства. Итог четырехлетних судебных разбирательств между семьей Сугак и администрацией города. Хотя окончательная точка в деле еще не поставлена. Судей рассматривают позиционную жалобу. Чиновники решили действовать. Дом пенсионеров был поделен на две квартиры. Одной из них опечатали судебные приставы на прошлой неделе. А втором пристрой на процессах якобы не разбирались. Поручение из администрации – снести всю постройку. Здесь необходимо собраться всем в сторону, разъяснить и пояснить всю ситуацию. А не так сносить за день, за два постройку, когда граждане не успели забрать свои личные вещи, которые были. Даже если первая опечатана постройка была, то вторая еще не была даже приставами опечатана. Все эти годы пенсионерка Любовь Сугака добивалась через правосудие, положенных на всех членов семьи, новых метров. Чиновники, в свою очередь, предложили им всего 44 квадрата, и только 24 из них – жилая площадь. Шесть человек на сколько там квадрата было? Четыре квадрата на человека. Четыре квадрата на человека. Шесть человек в однокомнатную квартиру – это нормально. Действует в рамках закона уверенная позиция чиновников. Такую квартиру семье Сугака присудил суд. На дополнительные метры, по мнению городской администрации, пенсионеров рассчитывать не стоит. Они занимали одно помещение на законных основаниях. Второе помещение, на которое они претендовали, суд сказал, что это предоставление незаконно. Им была предложена однокомнатная квартира, от которой они отказались. Мы пошли в суд. Говорим, вот есть такая однокомнатная квартира, мы предлагаем туда их переселить. Суд принял решение. Да, выселить семью Сугака из той квартиры, взамен предоставить конкретную квартиру. Скажите, пожалуйста, сколько раз можно предупреждать? Вы думаете, судебные приставы приезжают и не предупреждают? Сейчас семья Сугака ждет решение суда. После подачи конституционной жалобы надежда на хороший конец истории для себя еще есть. Вместе с адвокатами пенсионеры готовят и новый иск против администрации Сургута. Теперь люди хотят добиться не только квартиру, им на данный момент негде жить, но и потребуют от чиновников компенсацию за материальный и моральный ущерб. Кроме этого, Любовь Сугака пожаловалась и обратилась за помощью в прокуратуру Уральского федерального округа. Светлана Чонцева, Рашид Латыпов, Вести Югоря, Сургут. Обращаюсь к генпрокурору Краснову Игорю Викторовичу Бастрикину, чтобы была выездная комиссия, именно московская, так как здесь мы не можем добиться правды и просим, убедительно просим, чтобы навели порядок и помогли разобраться. Требуем разобраться в этом беспределе, что сотворили с нами. Верните наше жилье, наш дом, так как мы по сегодняшний день с детьми малолетними находимся просто выброшены на улицу. Я считаю, что во всем виноват прокурор города Балину. Он дело в том, что ничего не принимает, никаких действий не защищает наши права, а наоборот защищает преступные действия администрации, юридического отдела и застройщика. Тем самым мы остались на улице, можно сказать. И мы пенсионеры, инвалиды, и дети, и внуки наши малолетние. С чего все началось? Вы жили в этом доме с какого года? С 84-го я получил. Скольки комнатные квартиры были? Тут написано 39,8 жилой и 38,5 общий. Вот, это они сделали через суд. Все сделали замер. А в 89-м году что произошло? А в 89-м году я подал на расширение, я сразу пошел в администрацию, они сказали, что это не наше жилье, обращайся к начальнику Мехколоны. А на расширение в связи с чем? А там совместные квартиры были и рядышком соседей. Там квартира освободилась. Ну, просто расширится, и чтобы не пустовало, и чтобы не подожгли там или еще что-нибудь. Сам дом снесен в 2018-м, да? Да, 20 июня. По поводу сноса с дома, понятно, снесли. Меня интересуют события до этого, что происходило, вот между 2015-м и 2018-м. Рядом с домом начали строить какие-то дома. Они продали участок администрации. Какой участок? Ну, этот, на котором находился наш дом. Нашу площадь, участок вот этот сам. Там полностью... Кто продал? А? Кто продал? Администрация продала застройщику. В аренду. Сразу в аренду. А земельный участок принадлежал администрации? Да, администрация земельный участок. А у вас же какой-то там, этот, ваша фирма, как называется? Она развалилась. А, легково. Она просто развалилась, и мы были как бы брошены. А земельный участок за мех с колонной был или за администрацией? За администрацией. Может быть, и под мех колонной, мы даже не знаем. А что вы выписку ИГРН не заказали? Узнали бы кто собственник. Ну, они торги уже провели в 2014-м году и продали вот СИП промстрою вот этот участок вместе с нами, как крепостными. Вместе со зданием, да? Да. А в здании сколько квартир? Ну, у нас вот было вот 5 квартир. Ну, было 5 квартир, на них шли. Нет, было вообще дом 6, но они убрались, их не было. Остались мы только там. И продали участок и начали строить, возводить здания там, да? Скольки этажные? Четырех. Четырехэтажные? Да, они хотели девятиэтажки, но... Сколько зданий начали возводить? Там зданий, там 23, по-моему, это дома. Двадцать три дома? Да. Да. Четырехэтажных. И, судя по комплектации, элитные или обычные? Обыкновенные дома. Обыкновенные дома. Они хотели свой девятиэтажки, но им аэропорт ты разрешил. Обыкновенные дома, обыкновенные квартиры. Туда они под снос людей это позаселяли. Без лифтов, да, получается? Без, без, без. Так, начали возводить в непосредственной близости с вашим домом, да? Вокруг дома. Сколько метров от нашей дома было? Метров семь, не больше? Даже дома, у них должен был стоять и на нашем доме, но они его снесли в сторону. У них по плану должно было быть промы на нашем доме, но они снесли в сторону дом. Две недели не строили, и, как сказал этот застройщик, они сделали свой план по новой и отнесли на сколько там, на 10 метров от нас. А кто застройщик? Сипронстрой, да. Начали строить, и после этого начали, я так понял, всячески выживать. Да. Каким образом? Продали землю, бегал вот этот застройщик, как конкуратор или начальник вот именно этой стройки Соболев. И бегал он, когда Люба показала, что мы там живем и прописаны, он бегал и кричал, что эта сделка недействительная, что, мол, его там как бы подставили, что администрация не должна была продавать, пока там что-то есть построено. Ну, по идее, да. Да, так он, как раз был тендер, не тендер, а что было? Ну, тендер-то на восходе или что? На восходе, восход четыре или вот там вот, и был вот, они собирались все. И ее пригласили почему-то. Да, и вот там же они вот это вот, он говорит, как, он мне говорит, покажите прописку, я ему показываю прописку, и он говорит, как, я сейчас бегу сразу, говорит, я бегу в администрацию. А потом мы поехали в Сиппромстрой, поехали туда, в Сиппромстрой поехали, и он же побежал вместе с нами, этот же Соболев, к Сурлевичу и говорит, вот, показывай, говорит, сделка недействительная. А почему они в суд не подали, если не вислили? А потому что администрация, администрация, когда я звонила в Ханты, это им, а они мне отвечали, что администрация пообещала вас убрать оттуда. А потом же я была, неоднократно была у мэра, и они же собирались там за круглым столом, там их не знаю сколь, и они же говорят, показывают документы, эти же администрации, говорят, что, мол, застройщик нам говорит, чтобы мы вернули деньги застройщику, и мы тогда людям, говорят эти Сиппромстрой, мы тогда людям дадим жилье, как положено, а как, если деньги уже все, администрация не согласилась на это. Поэтому Сиппромстрой вот так и вытворали, ужас, что вытворали. По поводу аварийности здания, вот там идет что-то, то ветхое, то аварийное, это что такое вообще? Это подделка. Значит, администрация сделала иск, сфабриковали этот иск в юридическом отделе, и сделали, что оно аварийное. А на самом деле, после, прошел уже суд уже, и мы пишем заявление мэру, что дайте нам, пожалуйста, внятный ответ, что какое оно аварийное, и где оно нам дает карпетки, дает вот это, что оно никогда не признавалось ни аварийным, ни непригодным, никаким, но не признавалось. А в ходе судебного заседания чего-то не рассматривалось? Они не рассматривали его, они, мы же не знали. А подождите, исковое заявление о чем было? Выселить? Выселить, что оно аварийное. Они предоставили, что оно аварийное. На основании аварийности выселить? Да. А на самом деле, и суд прошел, они не потребовали иск, как нам сказал следователь. Апелляции в Хантах было, связи с аварийностью. Обосновывая иск администрации города, что дом аварийный, а тут дают, что оно никогда не признавалось аварийным. Главное, что и здесь прокуроры дают то же самое, что оно никогда не признавалось аварийным, ни непригодным. Они потом сделали, что это ошибка, да? Опечатка, опечатка. Но это хитрая опечатка. Хитрая опечатка. Место аварийное ветхое. Да, да, да. А потом, видишь, они же как это говорят. Вот приезжал же с Хантов прокурор, и он же нам сказал, а вы знаете, зам, новый зам Ботвинкина, сказал, так вас же, говорит, снесли-то по аварийности. Поэтому вам, говорит, дали жилье такое. Понимаешь, что они? И они не дали нам, как положено, по соцнормам. У нас были суды вот эти, что по соцнормам, чтобы... Так, что, по поводу аварийности. Они подали иск и написали, что там аварийное. Но я, насколько помню, там ссылается на какой-то акт, что какие-то люди там со стороны администрации составили акт, что, типа, здание относится к аварийным. Они это сделали на основе акта. А, по идее, должно быть экспертное заключение. Конечно. А почему же, я не понимаю, почему вы не подняли этот вопрос, почему суд не поднял этот вопрос? На основании чего аварийное здание? На основании акта? Акт не... Ну, это, получается, любой может пойти, написать, составить акт, типа, а я вот это здание аварийное, и все. Должна быть экспертиза, потому что эксперт, он в первую очередь несет уголовную ответственность за... Там же не подписку дают, за заведомо ложный донос там, и все такое, и у них там социальная статья есть. А ни экспертизы, ничего не было. Так и даже прокурор, который был на суде, тоже почему-то не сказал, что этот самый... А судья, что не знал, что должен быть акт об аварийности, тоже не потребовало акта этого... Не акта, а экспертиза, экспертиза, заключение. Это разные вещи. И плюс у меня еще вопрос по поводу опеки. Там же малолетних детей много было, проживало в здании на тот момент. Они даже, 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 когда я сама лично ходила сюда в опеку, и заявление писала, чтобы они на суде защищали детей, она сказала мне, ответила, у них мы защищаем детей, у которых нету родителей, а у них есть родители. А в Хантах, в Хантах было, я ходила туда в опеку, значит, по защите права детей, значит, там написали конкретно, на суде первым делом должны учитывать защиту, чтобы детей малолетних защитили в суде. Они прокрепили эту бумагу, что они мне дали на суд, там же в Хантах, и все, и на этом никто ничего не защитил. Точно так же. А опека в заседаниях не участвовала? Нет, нет. Ну, это вообще жесть. Вот так забудется у нас государство о детях. Да. Здесь он, как она сказала в опеке в Сургуте-то, сказал, а вы знаете, кто нам зарплату платит? Все. И тихонько шепотом с нами разговаривал. У вас у самих сколько на тот момент было? Двое малолетних детей? Да, да. Ваши внуки, да? Да. И никто даже не заикнулся, что малолетних детей выселяют на улицу? С ихней стороны? Никто. Никто даже слова не сказал. Получается, ближе к 2018 году что произошло? Вы же начали жаловаться и в УРФО, и везде, да, в прокуратуру. Вы в УРФО, вот как раз, когда поехали, когда коммуникацию отключили, вы поехали как раз по этому вопросу в УРФО? Да, да. И по этому, и по гаражу, то, что гараж снесли, у меня гараж стоял, они просто взяли его и сломали, и снесли полностью все, как это... Вместе с вещами? Вместе с вещами. А автомобиль был в гараже? Автомобиль стоял возле гаража, они его дверки, стекло сломали, этот стеклоподъемник, опустили и, видно, к экскаваторам зацепили, оттащили, это самое... Нива стояла, и ее Нива, она на ней, это самое, оттащили и все там... А вы надзорные органы жаловались, что ущерб имуществу нанесет? Что? Какой там надзорный орган, если там все прокуратура? Надо было все равно написать заявление о причинении ущерба имуществу. То есть, вы поехали в УРФО и в это время отключили все коммуникации в здании? Да. Какие именно? Электричество, воду, все, ползитрубы... Отопление полностью, все, побрызали, поотключали, провода скинули, и все. Водоотведение, электричество, горячую, холодную воду. Все было, вода отключена, все, полностью все отключено. Это мы утром, и мы приехали, 20-го мы приехали утром, где-то в 2 часа. Ну, там горячей воды не было, у нас просто вода была. Холодная? Да, холодная. Ну, просто, если надо, нагревали там, то есть, вот так. Вы какого числа уехали в УРФО? Куда вы ездили? В Тюмень или... В Свердловск. В Хантеховск. В Екатеринбург. В Екатеринбург, да? Да. Какого числа вы ездили? Сколько там были? Ну, мы 19-го утром, мы приехали туда, где-то, наверное, ночью, вот это самое, 19-го. А утром сходили вот туда, в этот УРФО. Мы у кого-то, Рыгина же были? У Туригина, да. У Туригина. Вот. Мы побыли, там даже какие-то, мы бумаги оставляли, они, наверное, даже зарегистрированы там, должны были, приемные же, мы тоже были. И потом утром, как бы, вот, побыли у него, пообщались и все, сели на машину. Мы на машине ездили. И все, и поехали в Сургут. Вот, а вот мы приехали 20-го в 2 часа где-то, около 2-х часов ночи приехали домой. А нам уже, вот, приехали, а у нас все отключено. И утром уже 9 часов уже. А летом же, летом, светло же, как раз 20-го числа, белая ночь. И утром уже 9 часов были у прокуратуры. К Балину пошли, да? Да. А Балин, что он сказал, начал вас удерживать, да, с помощником? Как помощников? Ну, сейчас, сейчас это я расскажу. Значит, Лунев, Лунев, и вон и помощник. Значит, заместитель, вон или кто он там был, значит, к себе в кабинет, завел к себе в кабинет и сказал, все, это решает, это Балин. Леонид Алексеевич все решает. И вот он раз за разом выбегал с кабинета и забегал, говорил, все, Леонид Алексеевич решает. И вот так, таким образом, он бегал неоднократно, неоднократно выбегал. Потом, после чего, пришел, уже прошло время порядочно, он пришел и сказал, что все, можете ехать, там все, вам подключили. Сколько времени вы там были? Ну, с 9 утра, да? С 9, ну, что, наверное, до 11. До 11 точно, если даже не больше, не меньше. И после чего мы сели, обрадовались, что все, подключили, мы поехали, приезжаем, подъезжаем к дому и видим такую ситуацию, что стоит, уже дома нет, а только разруха, вот это, а только разруха стоит, вот это все, и вещи перемедленные вместе с обломками дома. А у вас там все имущество было, да? Мебель, ценности какие-то? Конечно, мы, конечно, мы же уехали, там все было. Мебель была, там стояла мебель, техника стояла. Холодильник. Холодильник, и микроволновка, и телевизоры, и одежда. Ну, как все, детские вещи, да? Детские, и детские, так, детские вещи были. Все житейское, все было. Семейные какие-то ценности, наверное, да, фотоальбомы. Это все было, это и фотоальбомы, и книги, которые у нас ценные, которые по многу лет, которые мы хранили, это все это находилось, все находилось. А кроме вас, кто еще жил? Ваши дети и внуки, да? Сколько всего человек? Да, у нас было 6 человек, но в последнее время, после предупреждения, после угроз наших, как нас предупредили, это застройщик, нам сказали, или детей, что сделают документы, все, что детей отнимут и прочее. Нам пришлось их просто убрать с поселка и находиться только самим. Угу. Поподробнее вот про Балина и Лунева, как вас удерживали? В чем заключалось удержание? Что они вот 19-го числа, что, мол, Балин пришел, Балин отправил, как мы понимаем, Лунева к нам, чтобы мы как раз были в Урфо, что он нас предупредил, он там пишет, что поставил в известность, только кого, я не знаю, поставил в известность. То, кого поставил в известность? Лунев поставил нас в известность, именно меня там написано, в известность, что будут отключать все вот это самое, и свет, ну, как я понял, что коммуникации. 19-го числа? Да, но нас там не было, кого он мог предупредить. А вы были в дороге, да? Мы были, да, вот, в Урфоне. А у Сотровая связь работала? Да никто там ничего нет, это было. Звонки были, нет? Да не было никаких, не звонков. А каким образом поставил в известность? Не знаю, обманом каким, обманом. Тем не менее, вы приехали, увидели, что отключено все, да, пошли в этот, в прокуратуру. Ну да. Кабинет куда, этот? Лунева. А где этот кабинет находится? Есть кабинет дежурного прокурора? Нет, нет, туда, он завел туда. За белую дверь? За белую дверь туда, и там с правой стороны, с правой стороны был кабинет Лунева. Скажите, как они вас удержали, в чем удержание заключалось? Ну, подождите, говорит, этот, решают вопрос, сейчас Балин решает вопрос, вам подключать вот эту самую, подождите, решать. Коммуникация обратно? Да, да, да. Это же обман, если он то дает, что вот, то предупредили, а то тут отключили, и они знали, что отключат, а потом тут будут подключать. Ну, это же уже, я не знаю. И столько держать, и все решается, все решается, а в это время уже дом, оказывается, сносился. Ну, видно, там созванивали, что дом снесли, ну, все, можешь отпускать, чтобы не мешать. Это так и было, мы, я уверен, на 100%, что это так и было. Что по итогу сноса вы написали во все следственные органы, да, там 167-я статья, причинение ущерба имуществу, крупного размера, еще какая-то 168-я, да, были. Они возбудили уголовное дело, а потом прекратили за истечением срока давности, да? Возбудили уголовное дело, опрашивали, я смотрел, что опрашивали строителей, главные инженеры, а мы не видели этого здания, не было балка этого. А как у меня записи есть, что он огораживает главный инженер, какой-то сеткой дом, этот дом у меня делал, я говорю, ты что, как попугай меня огораживает? Это он знает, это записи есть, ну, короче, они просто, они знают, что их там прикрывают, они говорят, мы не видели этого дома, мы получили участок чистый, у меня здесь есть эти... Как это чистый, если на видео видно даже, вот, Россия-1 приезжала и видно, что там остатки дома. Подходит, вот, главный инженер, этот самый, и Ковальчук в этих белых шапках, подходят к дому, когда приставы еще там есть, этот самый, выселяли, они подходят, видели все, а показания дают, что они не видели. Это в материалах дело есть, да? Да, да, вот, есть акт 100, они дом вот сносили, вот тут вот это самое, что пишут главные инженеры, и Ковальчук, этот самый, что они дом сносили, а дом снесен и все, это самое, участок расчищены, а на показаниях они не это самое, они дома не видели, только не знают, что они сносили. Потому что они знали, кто их там крышует, и все, это, я уже уверен на 100%. И получается, по причинению ущерба, они, главное дело, прекратили через 3 года, за сечением... Да, они прекратили, но мы все время писали, так, у нас же одной комнатой, вот, квартира номер 2 по решению суда, там был исполнительный, исполнительный этот самый лист, и нас выселили. Приставы, оттуда тоже выгрузили все вещи с этой, с той половины, а на квартиру номер 1, у них не было исполнительного листа по квартире номер 1, они говорят, мы ничего не можем с квартиры номер 1 сделать, а вот они потом квартиру номер 1 вот снесли. Мы писали же в УРФО везде, и УРФО, видно, заставило этого Балина, чтобы возместить нам этот материальный ущерб, вот эти вещи, которые были вынесены с квартиры номер 1. Присудили где-то 400 тысяч, да, по-моему? Да, там было, по данным, на 500, 501 тысяча, что ли. А кто эту сумму определил в 500 тысяч? Они? Ну, они просто спрашивали, что там было, вспоминали, описывали, вот так вот записывали этот самый, ну, они примерно там как-то... А чем подтверждается эта сумма? Должна быть экспертиза, по идее? Там что-то... А независимая оценка? Да я, да, там что-то было такое, они как-то вот так вот, там есть еще какой-то вариант. Они неоднократно делали экспертизу, какую-то делали, запрашивали экспертизу и смотрели по интернету, по интернету, какую-то вообще там непонятную, потом раз, все отменялось, неоднократно все отменялось, понимаете, вот это вот цены непонятные были какие-то, и в итоге кто определил? Неизвестно. Ну, я видел там сумма написана, 500 тысяч, но на основании чего, то есть указано обстоятельство, но не указано доказательство, то есть на основании чего они эту цену определили, непонятно. Ну, там 450, по-моему, тысяч они заплатили. В итоге вы получили эту сумму? Да, 450 тысяч, там и касация была, и... Эта сумма получается за все, и за дом, или только за вещи личные? Только за вещи, которые находились в квартире номер один. А что случилось с другими людьми, которые там жили? И они уже были выселены или нет? То есть им предложили что-то взамен, и они согласились на это, да? Да, одна соседка у нее там, она привезла отца, что ли, он ветеран войны, им дали как бы, как ветерану войны, и им вот это выселили. Ну, а так там тоже на ЖД дали квартиры. А вам предложили вот в этой высокоэтажке площадью какой? Однушку, да? Да, одна комнатную квартиру. 7-6-м, а ножку? Да, на три семьи. Да, сколько площадь? Общая площадь 44, по-моему, квадрата. А жилая комната 24, где двое малолетних детей разнополых. Это получается по 4... Квадрата. На каждого? Да. На каждого малолетних детей? Да. Там я видел документ, что в устной форме жильцы отказались, и подчеркнута дата рождения... А это внук отказался? Внук? Сколько ему на тот момент было? Восемь месяцев. Восемь месяцев в устной форме он уже умел разговаривать? Да, да. Был дееспособен и осознавал, что такое квартира, что отказанную от нее можно оформлять в устной форме, да? Да, там даже вот это расписывалось, я бросил его, а она говорит, а это что, я расписался? Интересно, какими словами он отказался, в Угу или в Угу? Не знаю. Он сейчас вот 5 лет, ему 6 лет, я не все понимаю. Ясно. Да. В общем, они оформили этот акт, якобы вы отказались, и потом что? Вам же все равно должны компенсировать, либо деньгами, либо жилплощадью какой-то. Ничего нету до сих пор? Они сделали как? Что мы отказались, но они уже принудительно хотят нас заселить туда. Туда же? Да. А зачем тогда акт об отказе оформлять? Что мы отказывались и упирались, не хотим туда идти, а нас принудительно туда через суд засадить. И что, сейчас идут судебные процессы или что? Сейчас мы пока вот ждем судебные процессы или что-то такое, что не знаю. Я пишу то, чтобы экспертиза была по дому. А дом, вы считаете, построен с нарушениями из-за того, что там плиты? Да, да. Плиты дорожные использованы. Никто по этому поводу экспертизы не делал. Просто выезды сделали, да, прокурору? Да, прокурор приехал, поглядел. Ну, там все нормально. У него экспертный взгляд, наверное, да? Да он там через стены все видит. Вот это только Кривцов, который подписал иск. Там у него вот есть ответ. Кривцов это кто? Представитель администрации? Ну, заместитель... Мэра. Мэра. А вот он дает, он показания Станеву, их подписал, что дом аварийный, а Станеву дает, что он никогда не признавался ни аварийным, ни каким... Кривцов так же сказал, я была на приеме, он сказал мне, дом снесли, дома нет, а теперь докажите. Вот его были слова. Закажите, что дом был? Да, что дом был. А у вас фотографии есть? Да, кролик есть. Да там же, когда есть, еще не... Когда приставы проезжали, дом-то стоял. В России, вот в этом сюжете Россия один? Дело в том, что я же неоднократно была у мэра. Они же не верят, сделали даже замеры этого дома, этой квартиры и выкопировки. И свою же выкопировку они не признают. Они не признают, только выкопировку кто... А еще у вас есть акт, который подписали главные инженеры, что здание снесено. Вот же я покажу. Да, да, да. Ну вот же акт, есть же. Значит, они признают факт, что здание было. Вот. А какие еще доказательства Кривцову нужны? А вот сказал это. И докажите теперь, что... По поводу суда, вот там судья какая-то, Савельева или как-то. Да, да, да. Что она сказала? Вас выселяют с предоставлением другого жилого пункта. Да, но по базатуре меньше. У меня, допустим, у меня сейчас двое хорошо, представляете, вы должны заселиться шесть человек в однокомнатную квартиру. Шесть человек. Допустим, я со своей семьей имею двух маленьких детей, в том числе малолетнего грудного, и, соответственно, с моими ориентинами. Шесть человек. Вы предусмотрены, что теперь администрация должна решать ваши проблемы, что ли, жилищные? Или как? Вы вообще обладаете какими-то хоть юридическими знаниями? Читали вам право? Я нет, не читал. То есть вы хотите сейчас все свои проблемы на администрацию возложить? Да, мы вообще... Завтра вы еще кого-то родите, и еще администрация вам должна. Правильно я понимаю вашу позицию? Да, почему бы нет. Очень интересная позиция. Размножайтесь или... Нет, вы быстро что-то... Что, быстро размножаетесь? Быстро размножаетесь. Там что-то такое. Завтра, говорят, вы или когда-то еще кого-то народите, и вам что, администрация должна квартиры давать? Решать ваши проблемы. Да, да, да. Решать ваши проблемы. Ну, так-то да, для этого и существует администрация. Так вот, я... Там даже, я, по-моему, засмеялся. Это называется демография. Это демография. Администрация существует, чтобы продавать направо-налево. А прокуратура, чтобы удерживать во время сноса? Да, а потом деньги делить. И получается, они с пятикомнатной квартиры сделали однокомнатную. Все, вот таким образом. А общая площадь, вот эта, там, где вы жили, там где-то 108, да, метров было? 102? Нет, 69 человек, по-моему. Обе квартиры? Плюсовать там где-то 102 или 106? Нет, нет. Это уже писали иск, писала иск адвокат, чтобы нам дали по соц. нормам, как положено. Они меньше, чем два раза предложили и при этом... Хотя, я была на приеме у Абросимовой. Это кто? Это по инспектору, по распределению жилья. Значит, она мне сказала, что при Коневой, тоже самое, она работник по распределению жилья. Она ответила, сказала мне так, что... Ну, потому что... Вы все должны были в Абросимове, прежде чем начинать работы. Да я уже в этот фар звоню, прокуратура занимается. Вам неправильно выдано жилье. Вам неправильно выдали жилье. Вам по этой даже квартире, только сейчас, это однокомнатная. И должна еще быть двухкомнатная квартира. А в итоге, как мы были на приеме, на приеме также УВД, и нам показали, где она показания дала, она уже совершенно по-другому отвечала. Совершенно по-другому. Что она говорит? Уже, что у нас там мы незаконно и незаконно занимали, и прочее такое. Только где незаконно, я не вижу вообще, что там незаконно. Я написал, я обратился к участковому, чтобы не нарушать законы. Участковый мне сказал, иди в администрацию, решай с ними вопрос. Я пришел, они мне сказали, что мы никакого отношения не имеем к этому жилью. Потому что я даже вот писал, что я заявление им писал в администрацию, прошу заключить со мной соцнайм. Они мне отвечают, что мы не можем с тобой заключить свой соцнайм, так как не находится ваш дом в муниципальной собственности и администрации. Они не могут ничего заключить, а снести, выселить нас на голое место, куда-то, как я считаю, может быть, то аварийный дом. Пока без комиссии, еще не ясно. То они могут сне аварийного, выселить в аварийный. Получается так? А с 1984 года по 2018 вы исправно платили все эти услуги ЖКВ, да? Оплачивали. А куда? Что за управляющий был? Тепловик. Тепловик? Да. А вы учредители администрации? Да, 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 да. Ну, они заключают, с тепловиком администрация заключает, а так как мы, они, видно, сами без нас. А вот последний, последний раз заключали они со стандарт плюсом, даже там в договоре, что все дома у них на 100% ихные, и на 100% проживание подлежат. Ну, как, и вот наш дом там тоже уписан. А вы не считали сумму, сколько вы им все выплатили с 1984 года, вот за услуги ЖКВ? Да нет, я не считаю. По идее, это вам все обязаны компенсировать, раз здания не было, как они говорят. Да-ка, дело в том, что они, видите, писали 29 квадратных метров, а мы платили за 69. Мы тогда обратились в этот, как его, водоканал. А куда деньги остальные уходят, если они расчетку присылают на 29, а мы рассчитываем за эти самые. Ну, они там начали все-то с ними по скандали, водоканал с этим, с тепловиком. Ну, не знаю, куда они, ну, к тебе, наверное, в карманы, если не по документам не проходили. В общем, в итоге вы сейчас, кто где живет, да, жилья нету, жилье не компенсировано, моральный и материальный ущерб тоже не компенсировано никак. Нет. Единственное, что вы получили, это вот эти 450 тысяч, да? Да, за то, что вот это... За то имущество, которое оказалось внутри дома, да? В одной квартире. В одной квартире. По непонятной какой оценке. А гараж, машину, это все... Все они закрыли, это уже все. По течению срока давности, все. Вот так у нас в администрации заботится о людях, которые выстроили ЖД-дорогу, да, насилие? Да. Да, вот там, где именно, где они дают, что оно не признавалось, именно, что пишут иск вот это, вот это, что как? Карпеткин? Карпеткин дает, что оно никогда не признавалось. Николай Николаевич этот Кривцов подписывает. И что вот это, и друг другу, это противоречит, противоречит друг другу это. Там же вот этот самый прокурор, этот Суфо, писали то, что иск недействительный, ненадлежащий, потому что дом... Не принадлежит администрации. Ну, то он ненадлежащий. Так вот как вот, как они могли, что иск ненадлежащий, и решение суда ненадлежащие. Ненадлежащие. И они должны были в 2014 году ездить. Потому что его отправил Балин туда. Балин отправил, потому что там вот своим боем это самое, не дали работать тогда, возле дома. Что вот сделал, ну, угроза жизни была. Естественно, он отправил туда, этого, Лунева. Не то, что защитить наши права, то, что нам угрожает этот свой бой, то, что угроза жизни. А он нам, наоборот, вы сидите дома, пускай вас там похоронит этот свой бой, в доме. Это Лунев так сказал? Ну, ну, не мешайте работать, дома сидите. И этот, да, а этот тогда детей, вы сидите дома, не ходите по стройке. А как там по стройке, если кругом было все огорожено, там только на вертолете, если можно было не идти по стройке, если все огорожено. А эти пишут, не давали указания огораживать стройку. А они все равно все огородили, как это самое, сделали тюрьму нам. На суде специально, даже судья, прокурор сказал, да к вам специально вот отправили молодого там, эту судью, Кузьмину, которая не потребовала акта обговоренности. Говорит, ну, ей что, Балин сказал, какие да указания, такие она и выполнилась, и все. По карте покажите, где это доходилось. Где аэропорт, да? В сторону аэропорта? Да, 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 по-моему. А там даже есть этот самый, даже наш дом, по-моему, там был. Вот, так, вот, вот, вот это что? Кольцо. Подожди, это... А, кольцо аэропорта, да? Не, 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 так, это не то, наверное. Подожди, подожди. Это что? Аэрофлотское. Нет, сейчас, сейчас. Так, кольцо. Так, в сторону лесного должен быть отъезд. Сейчас там какой аэропорта? Вот, 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 замятина, вот. В общем, где-то вот на этом месте. Да, 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 да. Вот с кольца направо. А, да, с кольца направо, и вот, вот они, вот. И вот здесь вот наш дом, тут даже было, раньше дом 17 был, вот, здесь вот где-то вот написан в этом районе. И там самое главное, что они везде по деревьям все посносили, а там, где наш дом был, прямо вот как с магазина, с дороги смотрят, там такие остались берозы еще несколько штук расти, и грибок они там поставили, как это самое, ну как, посидеть с лавочкой. Так самое интересное, что этот Соболев привез специально свой вагон, этот контейнер, чтобы эти, как, приставы выносили вещи туда, слаживали наши. Что такое Соболев? Ну, начальник стройки этой был, как он, самый старший там, который вот занимался этой стройкой. Сипромстрое? Да, они к Сипромстрое относятся, но у них как бы там, как филиал свой, там он называется, так, С, Соболев, нет, Сурлевич, Грузинин и Соболев, СГС, Югра, это он так, 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 он мне расшифровывал это самое, СГС, Югра, вот это, организация Сипромстрое. За прокурора, за этого Лунева, что он был на стройке у нас, это вообще нонсенс. Мы задаем вопросы всем, задаем всем вопросы, что, что, что делал у нас прокурор, потому что, что если мы мешали на стройке, значит, должен, значит, быть кто-то с полицией. Участковый, полиция их тут, но присутствовал прокурор, зампрокурора Балина, и нам никто не может ни ответ дать, все плечами пожимают, а мы не знаем, что он там делал, что делал, значит, большой-большой вопрос. С признаками коррупции. Вот и все, все, что можно об этом подумать. Если начальники вот этих следственных отделов, если они говорят спрямо это самое, говорят, мы не можем ничего сделать, вы знаете, кто нас контролирует, прокурор, все. Они говорят, вот, показывают, выше вам надо, только там, тут вы ничего не добьетесь. Ну, вот поэтому вы и обращаетесь, да, Красновый и Бастрякин. Ну, а куда же выше? А тут они все, УРФО, УРФО и то там они как-то, и так, знаете, то все. А в Ханты-Мансельске это одна та же кухня. А еще вот это ты отсылал, что документы, где доверенности подделанными, подделанными, да, и судья, как судья себе, вот это же Савельева, как она себя вела. Да, аудио он мне прислал в оригинале. Дело в том, что у нас было много судов же до этого, до этого, там целая куча было разных судов, да, и ни в одном, и ни в одном суде, это вот юристы, от Романова, да, с администрации, не указывали, что у нас дом аварийный. Он нигде не был аварийным. А потом вдруг стал, он аварийным стал, ни с того, ни с сего. Ну, после того, как этот Соболев нам сказал, что там в юридическом деле на вас какую-то махинацию сделали. А сделали, вот они, чисто сфабраковали документы. И я писал же, чтобы привлечь их к ответственности. То он сразу этот сказал Кузнецов, что кто-то понесет наказание один или двое. А на самом-то деле потом, как пришли уже на такую голову, и дали мне ответ, что усматривается преступление, ну, преступников нет. Так, Кривцов, когда я показала ему иск, посмотрел, говорит, это я подписал. А дурачка окружает. А после чего сказал, а теперь докажите. Это же уже вообще-то беспредел какой-то. Здоровье отняли. Да понятно, что это. Здоровье отняли. Ну что, три инсульта у него уже, три инсульта уже. Из-за этой, на этой почте справки есть? Ну, сейчас вот операция была уже. Когда ходили к Балину. Что вам непонятно? Что вам непонятно? Как непонятно? Что вы, как он мне сказал, вы, какие вы имеете права на получение квартиры вне очереди? Какие вы имеете права на получение квартиры вне очереди? Я ему показала, какие права. Какие права у нас, что жилье снесено по поддельным документам? А права у вас обыкновенные, право на жилье, предусмотренные Конституции. А права такие мы имеем. На севере столько лет отработали, поднимали мы, поднимали этот север. И такие же самые имеем права, как и все остальные. К Ермолаеву ходил, не возбуждали, то возбуждали, то откладывали, то опять это самое. Ну, короче, так и не возбудили толком. Станю так и не дали возбудить этот самый уголовный отдел. Я вот у Ермолаеву потом спрашиваю. По какому поводу? По поводу сноса дома, гаража. Я говорю, а вот как они снесли? И у них что, есть возможность? Они писали, подавали, что спрашивают в прокуратуру, в следственном комитете, у него есть все документы, администрация. Я спрашивал, какие документы есть, чтобы дом снести? Решение суда где-нибудь есть, что написано, решение суда снести дом? Говорят, нету. На каком основании? Не знаю. Даже не знаю. Вот даже в акте не написано основание. Вот они, два человека составили акты. Да. Не основание, там вообще акты какой-то пикинграмот. Горпеткин написал Сурлевичу, как он мог написать? То есть, прошу вас выполнить мероприятие по сносу дома. Это как? Как будто у себя на даче. Это же должен быть какой-то тендер, чтобы кто-то вышел. И на каком основании сносить? На какие средства? Так вот и вот, на какие средства. Это же уже вообще-то беспредел какой-то. А Карпеткин пишет, не Карпеткин, а Сурлевич пишет этому бывшему прокурору, этому колокольчику. Миша и главного инженера. Выполнить там мероприятие по сносу. Как? А этот дома не видел, главный инженер, который сносил. Что он сносил, не знаю. Шлепой, наверное. Да, там все такое. Вот гараж, гараж сносили, там вот у меня вот запись есть. Этот Ковальчук спросит, ну давай ты продай нам, сколько тебе надо за этот гараж. Мы тебе новый поставим, в другом месте там, то еще. Давай нам надо строиться, ну продай нам гараж. Нет, сегодня, давай что-нибудь решать с этим сараем, с тобой. Нет, что ты, я вам сказал, что, я же сказал и Кулешу, и всем говорю, что, и это самое. С этим сараем будем решать, когда у меня решится с жильем. Когда с жильем решится, что с ним решать? Вот тогда будем решать, а так. Теперь надо денег. А? Сколько денег? Нет, мы тебе такой же сарай построим, за этим гаражом построим, с той стороны, заездом будет. Нахуй тебе это, блядь, это тебе деньги помогают, да? Игорь, какие деньги? А потом говорит, а там не было гаража, там был один хлам. Мы вот хлам убирали. А сарай это убирает, я сто раз тебе сказал, убирай, убирай, он не на твоей территории, ты не хочешь. Ну, завалим сами. Попробуй. У тебя документы на него есть, я скажу, его тут и не было. Да? Да. Хорошо, а кто тебе гараж сказал ломать? Никифорович или Собольич? Или оба? Да не было никакого гаража. Куча хама была такая. Я не видел никакого гаража. Ты никто не давал указать, да? Почему? Ну, как? Как я, что, самоварен, что ли? Ну, знаешь. Ну, значит, кто опять? Или Соболь, или Никифорович? Я не знаю, что ли. На аудиозаписи есть, да? Он предлагал денежку. За гараж именно. Да, но он этот самый, этот Ковальчук просто спрашивал потом, сколько тебе денег надо? Нет, а этот, там, этот вроде Соболев предлагал за 350 тысяч за гараж. А там другой потом был мастер приходил, там, мне говорит, тоже там записи есть, он тебе, Соболев, мол, хотит дать 50 тысяч за гараж, вот это самое. Так гаражу-то то же самое, те же вопросы, на каком основании снесли, за чей счет? Ну, вот. Так, а самое интересное, что там вот этот Ковальчук говорит, я спрашиваю, а кто тебе давал разрушение, кто тебе давал указания? А я говорю, этот, Соболев или Кулеш? Какая разница? Ну, я что, сам, мне дали, мне сказали это самое. Были приставы. Вот меня еще что убивают. Были приставы. Приставы, как он говорит, посмотрели все, сфотографировали, зафиксировали. И все, и мы снесли. А как были приставы, здесь никаких судебных решений не было. Как они были? Приставы, я знаю, что был, он искал меня, проезжал туда, вместе его возил этот Миша. Фамилию приставов? С Амурхан. А на каком основании он приезжал вообще? Он приезжал вручить мне то, что выселит этот исполнительный, а квартиры, ну, квартиры номер два, меня искал. Ну, это выселить, а снести? А снести них нет. У них даже, как он это, глядел, говорит, ну, хорошо, вы принесли эти исполнительные выселить, но вы же должны принести исполнительные и вселить куда-то. Ну, да. Ну, их нету. Ясно. Я, Сугака Сергей Дмитриевич, пенсионер, инвалид. Работаю в Сургуте и живу с 1980 года. Обращаюсь в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Краснову Игору Викторовичу. Уважаемый Игорь Викторович, на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации есть рекомендации, в каких случаях следует обращаться в Генеральную прокуратуру с жалобой. При этом важным аспектом является факт неоднократного обращения в нижестоящие прокуратуры. Срого заблюдая указанный совет из официального сайта Генеральной прокуратуры Российской Федерации, я вначале, как указано в законе, неоднократно обращался на незаконные и коррупционные действия прокурора города Сургута Балина в прокуратурах Малой Евры. Однако четыре года не мог получить ответа на обращение от прокурора Хмала Евры Ботвинкина. Поскольку нижестоящие прокуратуры, прокуроры водили меня, что называется, и на протяжении многих лет давали мне формальные отписки, защищая коррумпированного прокурора города Сургута Балина. Только после личного приема Ботвинкина мне удалось получить его ответ, с которым я не согласился и обжаловал его в Генеральную прокуратуру. Если прокуратура Хмала Евры меня четыре года, как инвалида, мытарили прокуроры Хмала Евры, меняя в ответах только фамилии тех, кто подписывал ответы, чтобы я не мог выйти с жалобы в Генеральную прокуратуру, то с 2020 года меня теперь по кругу водят работники прокуратуры УРФО, которые также усердно защищают того же коррумпированного Балина. С полной уверенностью называю его коррумпированным, так как ротация нахождения прокурора на одной территории пять лет коснулась практически всех, кроме Балина. И человек, который творит такое беззаконие, в частности в отношении ко мне и меня инвалида, остался на второй срок и продолжает творить беззаконие. Суть вопроса заключается в том, что прокурор Балин, который в силу своих должностных полномочий обязан и должен защищать права граждан, не только не защищал мои права, как гражданина и инвалида, а злоупотреблял своим служебным положением и, находясь в дружеских отношениях с заинтересованными лицами ООО Сипромстроя, сделал все для того, чтобы работники указанного общества беспрепятственно снесли дом, в котором проживал я инвалид и моя семья, в том числе двое несовершеннолетних внуков. Причем, в момент сноса дома мы с женой находились у него на приеме, так как нам накануне отключили все коммуникации. Его помощник Лунё удерживал нас в себе в кабинете, нагло заявляя нам, что пока мы с ним беседуем, Балин решает вопрос, чтобы нам восстановили коммуникации. И только после того, как дом снесли и Балину отчитались, Лунё сказал нам, можете идти, все решено. Когда мы вернулись, то вместо дома увидели руду обломков снесенного дома и еще работающих экскаваторщика, который на вопрос, что вы натворили, заявил, что ООО Сипромстрой прокурору платит, и все будет так, как надо им. Не надо иметь симпиадии во лбу, чтобы понять, почему нас удерживал помощник прокурора Лунё, уверяя, что Балин решает вопрос, сколько за это получил Балин, остается тайным. Но то, что он делает это за определенную мзду, открыто сказали работники ООО Сипромстрой, что подтверждается, как я уже отметил, аудиозаписью, которую я предоставлял прокуратуру округа и прокуратуру ВУРФО. После наших жалоб Лунё был уволен из органов прокуратуры, а Балин до сих пор остается на второй срок, всячески благодаря покровительству округа, и УРФО продолжает бесчинствовать. Именно благодаря тому, что Балин окрешует округ, он чувствует себя корольком. Так, по факту незаконного сноса дома, в котором находились документы, все предметы обихода и насильные вещи всех членов семьи, я четырех года не мог добиться возбуждения уголовного дела. Причем следователи все считали, что состав налицо. Есть даже рапорт сотрудника Следственного комитета о том, что в действии неустановленных лиц усматривается состав преступления. Причем состав этот видели все, кроме Балина, и при этом заявляли, что да, дело возбудить им не разрешает именно Балин. То есть, после того, как в 2020 году я попал на личный прием к Гулягину, который приезжал в город Сургут, было возбудено уголовное дело по факту незаконного сноса моего дома, в котором находилось все мое имущество. Однако, к моему удивлению, Гулягин, который искренне возмущен работой прокурора Балина и прокуратуры Хмала Евры, перенаправил мое заявление, в котором я обжаловал ответ прокурора округа прокуратуру Хмала Евры. И ответ на мое обращение, в котором я обжаловал ответ прокурора Ботвинкина, попреки здравому смыслу и вашему указанию, мне давал ИО начальника отдела по надзору за следствием и дознанием Рыжов. То есть, получается, Рыжов, подчиненный Ботвинкина, решает, правильно дал мне ответ Ботвинкин или нет. Таким образом, начиная с 2020 года, работники прокуратуры УРФО необоснованно и, вопреки вашим указаниям, вновь и ноу, мои жалобы либо перенаправляют прокуратуру Хмала Евры, либо ответ им дают те должностные лица Генеральной прокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу, чьи ответы я обжалую. В силу того, что с ними не согласен, при этом доводы мои не проверяются. Таким образом, за указанный период времени, но и на ваше имя, обжаловано 8 формальных ответов работников Генеральной прокуратуры РФ по УРФО. Причем я обжалую, к примеру, ответ начальника отдела управления Генеральной прокуратуры РФ по Уральному федеральному округу Серебренникова Дмитрия Юрьевича. Ответ мне дает должность все ниже на тот момент его заместитель Брыдков, что недопустимо по инструкции. Обжалую ответ заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры РФ по Федеральному округу. Брыдко ответ мне дает старший прокурор управления Генеральной прокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу Серова. Вот при таких обстоятельствах все мои обращения и попирательства, и прав законных интересов моей семьи, и в том числе двоих несовершеннолетних детей, до настоящего времени остаются ненадлежащими неразрешенными. Из тех обращений, которые я прошу на ваше имя, достаточно четко отслеживается факт коррупции Балина и заинтересованными лицами Сеппромстрой. Должностные лица Урфо всячески стараются, чтобы мое обращение к вам не попало. Как расценить такое грубое нарушение федерального закона о прокуратуре РФ, где четко сказано, что это недопустимо? Работники Урфо, в частности Масалов, в своем ответе в очередной раз сослался на заведомо неправосудное решение, согласно которому я и моя семья были выселены из квартиры. Однако мой довод о том, что данное решение является замедленно неправосудным и что администрация города является ненадлежащим исцом при предъявлении иска о выселении моей семьи, так как дом не находился на балансе администрации, остался непроверенным. Между тем, при таких обстоятельствах администрация города не имела права выходить с иском в суд, а суд не имел права выносить заведомо неправосудное решение. Будучи абсолютно точно уверен, что имеет место крышевание действия Балина, я неоднократно просил, чтобы мои обращения не направлялись в Уральский федеральный округ или прокуратуру Хмава, так как имеет место круговая порука, и мои обращения попадают на рассмотрение тому лицу, чьи ответы я обжалую, что, повторяюсь, не соответствуют ведомственной инструкции и вашим указаниям о том, что ответы заявителю должны даваться обоснованным, и каждый довод должен быть мотивирован и тщательно проверил. В своем очередном ответе 24.12.2021 года Бритко, который то заместитель начальника отдела, то его начальник отдела, то начальник отдела, указывает, что правовых оснований для отмены заведомо неправосудного решения от 9.11.2017 года не имеется. Таким образом, ответ Бритко в очередной раз, я считаю, закрыл глаза на все нарушения, на которые я указывал, в том числе на коррупционные действия Балина и администрации города. Мне проверенный остался и мой довод о том, что благодаря крышеваниям Балина администрация города предложила мне квартиру в доме по адресу улицы Меликарамова, 40, по строенности промостроем, с грубыми нарушениями. Санпино из блоков, предназначенных для строительства гаражей, дорожных плит и многих других технических нарушений. На этот довод мне дан формальный ответ о том, что работники прокуратуры посетили указанную квартиру и она приходила для проживания. Таким образом, довод о существовании нарушений при строительстве дома обществом СИП промострой Санпино и то, что указанный дом построен с применением гаражных блоков и дорожных плит, что недопустимо, остался непроверенным, так как его возможно проверить не посещением квартиры, а исключительно назначением строительно-технической экспертизы, так как дом состоит из 25 этажей и применение гаражных блоков и дорожных плит для строительства высотного дома недопустимо и опасно. Однако при таком прокуроре, как Балин, все допустимо. Более того, после моего обращения в СМИ к вам, в настоящее время меня стали преследовать судебные приставы, как я полагаю, показания Балина, с тем, чтобы понудить на 6 человек соселиться в указанную однокомнатную квартиру высотного дома, построена, как я уже отметил, выше с дорожных плит и гаражных блоков. Также на протяжении рада лет я обращаю внимание на незаконную квалификацию уголовного дела возбужденного 16.09.2019 года дознавателем отдела дознания отдела полиции 2 УМВД России по городу Сургуту по части 1 ст. 167 УК РФ. По факту сноса дома, поскольку не учтены такие квалифицирующие признаки, как совершение преступления иным общеопасным способом, с наступлением тяжких последствий, при наличии квалифицирующего признака значительный ущерб. Я указывал в обращении, что дом снесен в тот момент, когда Балин удерживал на приеме меня и супругу со своим помощником, делая вид, что помогает нам подключить коммуникации, которые ООСИП «Промстрой» накануне отключил. Однако квалифицирующий признак иным общеопасным способом, повлекшим тяжкие последствия, не учтен. И я считаю, что он налицо, поскольку дом действительно снесен общеопасным способом. И последствия наступили для меня и моей семьи тяжкие, так как мы остались без крыши над головой, раздетые, разутые и без вещей первой необходимости, то есть в том, в чем были на приеме у Балина. Однако четыре года моих обращений, ответ на указанные доводы мне вообще не дан. И меры не приняты. Таким образом, преступными действиями ООСИП «Промстрой» в моей семье причинен значительный ущерб. С тем, чтобы создать видимость о защите моих прав и законных интересов, Балин вышел с иском о взыскании имущественного вреда в мою пользу. Суд частичный иск удовлетворил. Сумма свыше 400 тысяч рублей не компенсирована. Причем, смеюсь заметить, что это не та сумма, которая фактически причинена мне. Учитывая, что вопрос о защите моих прав и до настоящее время так и не разрешена, я продолжаю получать отписки. Узнав о том, что в июне текущего года в Сургут приезжает заместитель Генеральной прокуратуры РФ по ОФО Зайцев Сергей Петрович, я неоднократно пытался попасть на прием. Однако в Сургуте принято под любым предлогом граждан отсеивать и не допускать. Увидел, что я инвалид, упорно сижу на ступеньках и жду приезда Зайцева Сергея Петровича, прокурор Балин лично вышел ко мне в коридор и сказал, что мой вопрос о предоставлении мне жилья по норме закона решается, и надо пройти к его заместителю. Я был приглашен в кабинет Кокатьевой, которая прочитала наше заявление и также сказала, что наш вопрос уже решается с администрацией города. И такое заявление, которое я написал на имя Зайцева на действие Балина, ни в коем случае нельзя отдавать. При этом она на своем компьютере от нашего имени напечатала текст заявления, которая заставила нас подписать и очень просила, просто умоляла не говорить на приеме Зайцева о коррупционных действиях Балина. Я надеялся на порядочность работников прокуратуры. На приеме отдал Зайцеву Сергею Петровичу то заявление, которое было напечатано Акатьевым, и про коррупционные действия Балина не стал говорить. Балин при этом зачитал мое заявление вслух и доложил Зайцеву, что вопрос о восстановлении моих и несовершеннолетних внуков, нарушивших жилищных прав прокуратуры города, в настоящее время решается. И мои жилищные права будут прокурорами города защищенными. Суд будет направлен к иску о предоставлении жилья моей семье по норме закона. Таким образом, в присутствии Зайцева Сергея Петровича прокурор Балин признал, что мои жилищные права нарушены и требуют их восстановления. Однако, каково же было мое удивление, когда я видел, что ничего не сдвигается с места после приема Зайцева, пришел в очередной раз на прием к Балину, куда меня даже не хотели записывать и пропускать. Но я все-таки настойчиво прошел и задал вопрос Балину, на какой стадии находится решение вопроса о защите моих жилищных прав. Вы же обещали. На что Балин со смешкой мне ответил. Я вам ничего не обещал. И оснований для защиты ваших жилищных прав и защиты прав ваших детей нет. Но к такой наглой заявлению я просто потерял дар речи и попал в больницу. Если бы Зайцев Сергей Петрович не слышал сам лично это обещание, возможно, вы бы и не поверили мне. Но эти обещания о восстановлении моих прав были даны лично Зайцеву прокурору Балину, в присутствии еще других лиц, которые находились там на приеме. С учетом изложенного убедительно прошу вас лично взять на контроль доводы моего обращения, заслужить аудиозаписи, где работники ОСИП «Промстрой» открытым текстом говорят, что все будет так, как они хотят, так, как они платят прокурору столько, сколько надо, принять в связи с этим соответствующие меры и обязать прокурора города Сургута восстановить мои жилищные права, которые были нарушены действиями прокурора Балина и администрации города. Все, давайте заканчиваем. Давайте, а то мы будем в Новгороде.